Долг памяти священный. Свято выполняют его те, кто когда-то выбрал профессию защищать Родину. Пинская городская организация общественного объединения Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы совместно с Пинским пограничным отрядом, Драгичинским рейсполкомом и Драгичинским военно-историческим музеем имени Удовика проводят работу по увековечению памяти пограничников 220-го пограничного полка НКВД СССР, погибших при исполнении воинского долга в период действия полка на территории БССР в 1944-45 годах. Ежегодно активисты Пинской городской организации совершают рейд по местам боевой славы, чтобы отдать долг благодарной и нетленной памяти пограничникам, защищавшим родную землю до последней капли крови. Благодаря кропотливой поисковой работе на этот раз здесь состоялось открытие памятного знака и мемориальной доски, на которой увековечены имена погибших героев. Сегодня в этих местах тихо и мирно, и только обелиски и памятники, немые свидетели времени, напоминают о героических и трагических событиях, развернувшихся на Драгичинской земле в 1941-1944 годах. Поклониться святыням в который раз приехали активисты Пинской городской организации Белорусского союза ветеранов пограничной службы. Сегодня это их долг, офицерская честь, воздать должное героям, рассказать об их подвиге. Важными событиями наполнен и год столетия пограничных войск Республики Беларусь. Ветераны-пограничники совершают ежегодные паломничества к местам захоронения солдат Великой Отечественной. Особенно активно ведется поисковая работа по увековечению памяти пограничников 220-го ордена Кутузова, пограничного полка НКВД СССР, погибших при исполнении воинского долга в период действий полка на территории БССР в 1944-45 годах. Сегодня, благодаря большой и кропотливой работе подполковника запаса Александра Немченко, документально восстановлена картина боевой деятельности 220-го погранполка на территории Дивенского района. Героика тех событий до сих пор будоражит сердце и душу. На высоте 144, это урочище Теребун, они настигли эту банду. Банда начала их окружать, но они, несмотря на то, что банда была со станками, пулеметами, ручными пулеметами, они выбили банду с высоты, заняли эту высоту. Когда уже подоспели подкрепление, практически 24-25-го, на поле боя было найдено 31 труп. Трупы были все, страшно сказать, в материалах, донесениях есть. Все были раздеты, обмундирование все было забрано, знаки различия, погоны, пуговицы, практически медали. Все было забрано, люди были раздеты. И практически эти, уже подоспевшие в помощь, они практически только собрали трупы и на месте там и захоронили. Место кровавого, неравного боя с бандеровцами стало святым для всех, кто помнит и чтит историю, и тех, кто пал за родину. Мы, так сказать, с помощью Драгичинского музея и директора музея Гранника Сергея Владимирович, благодаря ему, в 90-м году, и Пинский пограничный отряд, когда вышел на охрану границы, там на этом месте был установлен памятный крест. Но ветераны-пограничники не успокоились на этом и продолжили свою поисковую работу. Я был в Москве и в прошлом году, и в этот год мы обратились в архив государственный, и нам оказали помощь, скажем так, посильную помощь, за что мы им очень благодарны, государственному архиву. И я лично там работал, и нашли все эти материалы, даже сделали я фото, копии материалов этих, донесения и так далее, потому что из разговора мест населения ходили неоднозначные суждения об этом бою. Сегодня документы свидетельствуют о героизме пограничников, а самое главное, доподлинно известны их имена. Сейчас у нас ясна картина, и мы практически установим все фамилии погибших, а они считались ранее неизвестными. И вот в этом году, в год столетия органов пограничной службы, благодаря Пинскому райисполкому, на этом месте установлен памятный знак о том, что 22 ноября 1934 года здесь проходил бой 220-го полка и погиб 31 пограничник. А мы, ветеранская организация Пинская городская, мы установили там мемориальную доску с указанием всех фамилий погибших. Сейчас продолжается поиск родственников погибших, многие из которых найдены и с благодарностью откликнулись и приняли участие в митинге-реквиеме на высоте 144, который традиционно проходил в годовщину гибели пограничников на этой земле. Они обращались и в Кобрин, и здесь, где-то, и через милицию, говорят, мы никаких данных не получали, нигде ничего не значит такое. И вот они, с вами была большой благодарностью, приехали, поклонились. Поиски сейчас продолжаются. Сейчас у нас отликнулось еще пять человек уже из России, пять родственников установлены, с Казахстана. Три десятка установленных имен, возвращенная память в семьи погибших. Сегодня они, наконец, могут поклониться клочку земли, который венчает обелиск с дорогим сердцу и именем. Поистине бесценный труд. Святая дань тем, кто в важный миг своей жизни выбрал свою смерть ради нашей жизни. Есть еще места захоронения одиночных погибших пограничников, которые там где-то, бандеровцы, нападали на них. И они захоронены, есть тоже еще, будем продолжать работу. Дело в том, что проводилось перезахоронение, и несколько фамилий погибших пограничников, они есть и на братской могиле в Дрогичине. Мы тоже, когда были родственники, также заехали, там возложили цветы. Эта работа сейчас продолжается у нас, поэтому, как говорится, люди должны, пока война не закончится, пока не захоронен последний солдат.